Всем привет! В этом видео я вам покажу, сам только учусь, первый раз, сегодня только мне объяснили, покажу, значит, как снимать показания, я извиняюсь, со счётчиков воды, вот, значит, правильно они называются, приборы индивидуальные, приборы учёта воды, короче, вот, значит, ну, у нас тут на квартире, мы вот в эту квартиру как приехали, да, тут мама год назад поставила счётчики, вот. И на той квартире, где бабушка, ту квартиру, которой, сами знаете, вся эта ситуация, где бабушкина была квартира, там счётчиков не было, и бабушка никогда не хотела ставить на воду счётчики туда, но в эту квартиру мама поставила, вот. Так как у нас тут раньше жили люди, этим всем они занимались, но так как сейчас тут живём мы, соответственно, мы тут теперь этим будем заниматься, так как, ну, я как главный в семье, как бы, да, я в первую очередь должен сам в этом всём разбираться, поэтому я и буду следить за этой водой, вот. Вот, и у нас есть ещё счётчик света, но там тоже нужно показания снимать и по этим показаниям платить, но мы обычно на той квартире никогда показания не снимали, мы просто автоматически каждый месяц, например, платили по 500 рублей, и всё. Так и тут, например, мы будем каждый месяц, например, там, 500-600 рублей платить, не знаю. Если придёт какой-то долг, оплатим долг, вот, ну, конечно же, лучше, чтобы долгов не было, поэтому лучше периодически хотя бы там раз в несколько месяцев приходить и спрашивать, есть какие-то долги или нету, вот, но обычно мы всегда платили по 500 рублей в месяц, и у нас нормально было, вот. Ну, это касается, то, что касается света, ну, это вам небольшая такая история, да, вот, а тут касается то, что касается воды, значит, тут, значит, я вам сейчас покажу, как это всё, значит, выглядит. Конечно, тут, когда делали, маме делали всю эту тему, ей сделали не очень, немножко неудобно, тут нужно подлезать вниз, и это всё, значит, дело смотреть, сейчас я яркость чуть увеличу, побольше, сейчас так. Значит, вот они внизу, счётчики, значит, смотрите, вот это вот раковина, это, значит, сортир, и тут вот эти все трубы идут, и тут на них два счётчика, один для холодной воды, другой для горячей. Вот этот вот правый, он для горячей воды, он такой красненький, красным цветом он означен, а левый, синим цветом, это для холодной воды, вот. И мы видим, на них много разных цифр написано, вот, значит, как они, значит, снимаются, показания, сейчас я, значит, объясню. Так, значит, вот, например, у нас счётчик красный, это горячая вода, наверху написан номер счётчика, так, то есть, вот, 13-2429832, вот, а ниже идут цифры, значит, вот три нуля, потом 38419, это кубический метр, ну, это вода как наливается, вот, значит, три нуля мы не считаем. Нас интересуют цифры, которые идут после нуля, и в данном случае это 38419, вот. Но, опять же, видите, тут цифры 38 белые, а 419 красные, вот, красные цифры не считаются, то есть, нам нужно, самое главное показание, которые будут учитываться, это цифры, которые вот у нас идут, то есть, 38, вот. Но мне, как объяснили, я не совсем до конца понял, мне, значит, объяснили то, что нужно, когда ты снимаешь показания, писать, значит, вот после нулей, например, 38, потом запятая, вот тут, например, 4. Да, вот они, например, достаточно пыльные, но все четко тут видно, но на записи, не знаю, как вам видно, но в реальном, в реальном, сейчас еще фокус сбивается. Вот я вот реальным глазом сейчас смотрю, да, видно очень все четко, нормально, а через камеру не очень хорошо видно. Не знаю, как вас там будет на записи. Короче, вот, то есть, он мне сказал, как написать, можно так писать, например, 38, потом запятая 4, но тогда нужно будет как-то еще кубические вот эти метры высчитывать, но это я не совсем понял, у меня с математикой просто не очень хорошо, вот. Он мне объяснил, я сказал, я не совсем понимаю, он сказал, ну тогда просто пишите, например, вот это число 38, тогда никаких больше цифр других не надо, вот. Вот, значит, соответственно, на этом счетчике 38, а этот счетчик уже счетчик холодной воды, вот номер его, 132390900, это номер счетчика, и вот цифры опять идут, видите, 3047585 уже, да, вот, то есть, опять же, 30 нам не нужно, нам нужно число 47, вот. Вот, опять же, он сказал, что там написать можно 47,5, но тогда нужно будет высчитать кубические метры, так как я и с этим особо не разбираюсь, он сказал, можно просто написать число 47, вот. То есть, вот это вот наши показания основные, которые нам нужно будет записывать, вот. Значит, тут дальше еще на счетчиков разные идут показания, тут, например, стрелка, кружок такой, как циферблат, где еще стрелка, еще какие-то цифры написаны, но это все, говорит, не надо, вот. Значит, дальше у нас тут есть, значит, такой план, вот сегодня, например, 20, сейчас, вот я когда записываю это число, у нас были сняты показания счетчиков. Так, и у нас сейчас, чтобы лишней никакой информации случайно тут не показать, ну, вот, сам этот сегодня человек, он, который приходил, он записывал показания, вот, видите, 23 октября сегодня, вот, видите, он записывал все цифры, вместе с нулями 47, потом 38, и вот номера счетчиков, вот. Вот, это вот он сам записал. Маркина, это моя мама, я Маркин, соответственно, Анатолий, сын, который всем этим занимается. Просто, как бы, мама, вот тут ответственный квартиросъемщик, поэтому это все, типа, на нее записано, но этим всем я занимаюсь, я, как я уже говорил, вот. Значит, и, соответственно, у нас с вами будет такая штучка, сейчас я покажу. Так, не так. Значит, вот. Такая вот у нас будет хрень. И, значит, вы идите с 23-го, то есть, сегодняшнего числа, по, вот тут вот с 20-е по 25-е. То есть, короче, каждый месяц ты в эту таблицу вносишь показания. Значит, пишешь, кто плательщик, адрес, телефон, код плательщика, который в платежке будет указан. Вот, номер счетчика, счетчик холодной воды и номер горячей воды. Значит, сегодня, то есть, каждый месяц, то есть, например, сегодня у нас начало периода. Начало у нас 23-е число. То есть, сюда пишешь. На начало периода показания холодной воды. На начало периода горячей воды. Вот. Заканчиваться период будет через месяц. То есть, вот, например, 23-го числа сегодня мы начинаем, 23-го числа следующего месяца мы заканчиваем. Соответственно, сейчас мы пишем начало, а когда 23-е число следующего месяца настанет, это конец периода, мы уже записываем, сколько уже получается на конец периода. Показания холодной воды и на конец периода показания горячей воды. Потом мы то, что было на конец периода, вычитаем из того, что было. То есть, из конца периода мы вычитаем начало, у нас получается число, это у нас будет расход. И пишем расход. Вот. У нас тут, получается, два экземпляра. Первый экземпляр для вот этой вот компании, которая будет высчитывать нам, сколько нам платить. А второй экземпляр остается нам. То есть, ты эти все данные пишешь, копируешь как бы, пишешь их сюда и пишешь их сюда. Это, видите, тут линия отреза. Отрезаешь, одно показание ты приносишь им туда, в почтовый ящик. Они будут его брать и по нему рассчитывать уже, сколько нам будет платить. А второй показатель ты оставляешь себе. То есть, вторую копию оставляешь себе. Вот. То есть, вот так вот нужно будет писать. То есть, соответственно, у нас сегодня начало периода. Значит, у нас, как я уже говорил, тут, значит, показания 47 и 38. Значит, соответственно, нужно будет, значит, это платежчик, адрес, телефон, это все я запишу. Значит, вот тут как он, это он как пример просто написал, снял показания и написал как пример. То есть, смотрите, у нас получается счетчик номер 2390900. Это холодная вода. 2390900. Соответственно, холодная вода у нас вот здесь. Значит, сюда мы пишем номер счетчика. 2390900, номер счетчика холодной воды. Пишем сюда. Так, сейчас проверяю. Холодная вода, номер 2390900. И можно тут еще по счетчику тоже проверить номер счетчика. Вот. 2390900. 2390900. Вот. Это у нас, значит, счетчик холодной воды. И мы сюда, значит, записываем. Сейчас я камеру поставлю, чтобы мне неудобно и камеру ставить. Теперь и записывать. Сейчас, значит, пишу. Так. 2390900. Счетчик холодной воды. 2390900. Так. 2, 3, 9, 0, 9, 0, 0. Так. И пишем номер счетчика горячей воды. Значит, номер счетчика горячей воды. 2429832. 2429832. Еще сейчас по самому счетчику я проверю. 2429832. Не знаю, фокус камеры, блин, что-то не очень настраивается. 2429832. Так. Все. Номер проверил. Так. Это у нас счетчик горячей воды. Номер счетчика записываем. Так. Еще раз. Чтобы все точно было. 2429832. Всегда, когда пишешь, лучше вслух говорить, чтобы не ошибиться. Так. 2429832. Это горячая вода. 2429832. Так. Теперь, значит, у нас нужно записать показания. Как я уже говорил, какие цифры нам нужно с показаний записывать. Так. Значит, показания у нас на счетчике холодной воды. Так, это что-то не та бумажка у меня. Все. Сейчас, секунду. Не то взял. Значит, холодная вода 2390900. 2390900. Горячая вода 2429832. 2429832. Да, значит, так. На холодной воде у нас показания 47. Так. На горячей воде 38. Значит, пишем. Так. Начало периода. Холодная вода. Ну, вот смотри, сейчас я покажу, что я. То я тут камеру поставлю. Вот. Значит, вот я тут написал номер счетчика. Холодной воды. Номер счетчика горячей воды. Теперь сюда я пишу показания на начало периода. Холодная вода. Вот. И на начало периода. Горячая вода. Сейчас вот запишу и покажу. Так. Еще раз, опять же, еще раз, еще раз проверяем все, чтобы все было точно у нас написано. Значит. На начало периода холодная вода у нас идет. Холодная вода цифра 47. Так. Так. На начало периода холодная вода 47. Так. А на начало периода горячая вода у нас идет 38. Так. На начало периода горячая вода 38. Вот. Это значит, сейчас еще раз мы это все еще раз проверим. Значит. Смотрите. Вот. Холодная вода. Начало периода 47. Горячая вода. Начало периода 38. Проверяем по счетчику. Холодная вода 47. Горячая вода 38. 38. Все. Это я... Извиняюсь. Это я так долго делал, потому что первый раз, чтобы все точно было без ошибки. Плюс еще неудобно снимать на камеру, рассказывать и самому тут это все делать, проговаривать. Вот. Поэтому так долго кажется. Вот. На самом деле, когда наловчишься, да, то это все можно за одну минуту сделать. И все. Вот. Соответственно, когда закончится период, нужно будет так же снять, на конец периода. И плюс из конца периода вычтить то, что было в начале периода. И получится расход. Вот. Это все продублировать во втором экземпляре. Один экземпляр оставляешь себе, другой им в почтовый ящик оставляешь. Вот. Это был такой туториал по снятию показаний счетчиков воды. Вот. Надеюсь, я еще что-нибудь научусь. И будет еще такие вот интересные обучающие видео у нас. Вот. Так что все еще впереди. Все еще будет очень интересно, я думаю. Так что всем на этом видео заканчиваем. Ровно 15 минут. Сейчас. Ровно 15-минутное видео. Я остановлю запись. Всем счастливо. До встречи в следующих видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok